Субтитры делал DimaTorzok 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 И надо выбивать двойку игроков защиты Которые весьма, знаешь, таки гладко просто Разбежались, правда, Паша Бицепс Не сдержал той дисциплины Не было возможности уйти на Закрытую позицию, держали под наблюдением Этого персонажа Ой, какая ошибка отбьёли, споткнулся Упал, в итоге раунд проиграл Ну и просто пострадал сразу от двух Пистолетов, которые прицельно ожидали От него какого-то экшена Дождались 1-0, пистолетный раунд за Фейс Но повод радоваться этим парням пока ещё Кстати, заметьте Фейс точно так же уверенно начинали на карте Коблстоун Пистолеточку взяли Да, согласен, но это выглядело весьма эффектно И казалось бы, вот сейчас будет Такие, знаешь, стабильные 5-6 раундов И они будут совершенно спокойно себя чувствовать Но тут бац-бац и ничего не понятно Ну вот ты на самом деле правильно сказал Казалось Казалось, и сейчас та же самая ситуация Что ж, худший игрок в прошлое В этой карте в этом раунде Первый прощается с жизнью Правда, опять же, хелф-дэмэйдж он нанести смог А вот дальше ситуация меняется с каждым ходом Ну вот одна секунда и смена ситуации 3 в 2 3 в 2 Кубский поднял девайс И будет либо пушить, либо оставаться на б-планете Тут знаешь, только что был настоящий Battle for the middle За middle дрались обе команды Но, как видим, этот зарубу выиграли ребята из фейс Живых остаётся только Филипп Кубский По 90 в руках Есть 5-7 Есть... нет, армора нет, кстати Это говорит о том, что, скорее всего, Филиппа увидим со снайперской винтовкой Ведь это был форсбай У полякова единственный, кто не купил армор Это был тот самый Нео Но и здесь, в принципе, всё закономерно Опять же, у Virtus.pro не было цели раунд выигрывать Была цель заставить оппонента пострадать Но с такими раундами, которые показали нам поляки Обычно хочется забрать трёх-четырёх, а не двух Двух как-то мало Да и забрали-то не самых сильных Ну, забрали вот самого главного Продолжают бить в слабое место поляки Айзи падает раунд за раундом Кстати, вот интересно Ну, мы сейчас посмотрим по окончанию этого раунда Сколько настрелял Айзи за два сыгранных раунда И настрелял ли вообще хоть кого-то? Настрелял ли вообще? Скорее всего, нет Надежда только на пистолеточку Нет, 1-1-2 у него 1-1-2 Один асист за прошлый раунд Один фраг есть в статистике Ну, это пистолеточка как раз Да, пистолеточка Ну и на девайсном От него, можно сказать, ровного места не оставили практически сразу Итак, 2-0, друзья Фейс на второй карте своём пике вроде бы неплохо пока отвечает С надеждой на то, что всё-таки всё будет складываться в их сторону Ну, посмотрим Опять же, здесь вот сложно говорить после такого куба Булстоуна Что может быть? Ну, с другой стороны Опять же, все помнят противостояние против Дигнесов от Virtus.pro Где Рубин взял те самые сумасшедшие 1 в 3 Там Virtus.pro тоже не ахти начинали играть в дефенсии Вот, опять же, борьба шла всю первую половину Как только началась атака Всё, стали бегать как хотели и всё получалось Ну, вот тут вопрос Найдут ли Фейс у себя в составе такого Рубина Который возьмёт и зажжёт На своих плечах вытащит один из ключевых раундов Если такой будет, то Фейс могут рассчитывать на третью карту? В противном случае что-то подсказывает, что здесь всё закончится со счётом 2-0 Но это, опять-таки же, моё субъективное комментаторское мнение Итак, Кубский в очередной раз В принципе, получает главный приз этого раунда Бомбу Моменталочка! Какая слезочка! Моменталочка какая! Просто плотная была И Нелд дальше продолжает давить Меняет Двайс Делает ещё один выпад Забирает четвёртого И это просто жесть Вот, понимаешь, вопрос в том, что делают всё это время тиммейты Филиппа Филипп, это эйс! О, лучший игрок десятилетия, друзья Демонстрирует сейчас опять лучший момент Да, действительно, это было сочно Все минусы с фармгана Нео в этом раунде сколотил целое состояние на команде Фейс Итак, 2-1 Виртус Про отвечает моментально И проблемы у Фейс возникают уже на третьем раунде Ух, жара! Это просто невероятный экшен Просто продемонстрировал сейчас Кубский Еле-еле Я уже думаю, всё Сейчас двое должны загонять Нормально, должна быть флешка сверху И атака вроде бы своя должна была брать Но не тут-то было Тем не менее Начало следующего раунда положено И на этот раз уже в пользу В пользу команды Фейс Два минуса безответных Ну, походу, поляки никак не ожидали увидеть Вначале снайперскую винтовку Потеряли сразу Пашу Бицепса Дальше Снекс попытался ситуацию исправить Начал действовать агрессивно За что жизнью поплатился Итак, 3-5 Нео, Таз и Бьоли Втроём против всего состава команды Фейс Ну и, как видим Всё правильно делают Фейс Никуда не торопятся Заставляют поляков понервничать Где-то допустить какую-то ошибочку Ну и за счёт этого взять очень важный раунд Делают-то, конечно же, всё правильно Ну вот Так, Бьоли Ого! Какой приятный минус сейчас Ещё и против ФВП Поднимает Белинский, что выжил реально чудом И моментально просто перемещается После Молотова На совсем другую позицию Хорошая граната Могла быть Чуть-чуть не хватает ей Траекторий правильной Чтобы зацепить Рейна Но, опять же, любопытность поляка Здесь сводит всё Вот, казалось бы Точные ставки 3 в 3 3 в 5 И за считанные секунды Бьоли всё это дело переворачивает Итак, ошибка от Аза Но позиция Бьоли настолько хороша Что не очень удобно будет Фейзам Занимать апвент Удерживать голову Назойливо, да Можно быть назойливым с такой позиции Но, как видим Забайтил первый почему-то Кубский, не Бьоли И всё заканчивается Герой прошлого раунда Допускает, ну, походу В этом раунде Третью или четвёртую ошибку Со стороны команды Virtus.pro Тут даже, знаешь, не ошибка Просто сам момент Что он начал стрелять Уже был уверен, что добьёт Но тот сумел выровняться И спокойно ответить У нас вообще Казус минимальный происходит За 4 сыгранных раунда Троица поляков Не настрял ни фрага Это Таз, это Снекс И, если я не ошибаюсь, это Нео Не могут пока понять Как действовать в правильном ключе Ну, как раз-таки Вот такие эко-раунды И раунды переворотные Они помогают понять Как действовать в дальнейшем За защиту Чтобы не возникало Проблем Непонятных по разменам Я имею в виду Когда вот вы играете Вроде бы Должны убивать двоих Да, а тут появляется третий И всех вас перестреливает Ну, вот у Face Именно такие моменты Чаще всего мы видим В перестрелках Так, а вот вопрос Пойдут ли поляки до конца Походу, нет Отсутствие дефюз-китов Говорит о том, что Поляки Скорее всего Подорожат своим Оружием И постараются Его сохранить Есть АВП Есть Скаут Есть подобранный Выбитый, точнее Кольт Тазом Ну, и походу Это сейв Да, походу Это сейв Ну, АВП Целая АВП есть Поэтому Здесь, конечно Логично засейвить Короче, в Virtus.pro Себе сейчас неплохо Так, знаешь, занесли Фрагов не сделали Да, один всего лишь По GKM Но он несущественный А вот То, что остались с девайсами Это уже говорит о многом По крайней мере, сэкономят Сэкономят неплохо Могут продолжать бороться Как минимум уже и сейчас На шестом раунде Это хорошо Это хороший знак Но с экономикой, как видим Да, тяжело Вот еще бы ЦЗ отдать Бьёли И тогда А не, у него Дигл Отлично Дали Дигл Бьёли И давай смотреть Как 5А Просто 5А Нет, 4А Игрок БАП ЛАНТА Немножко завтыкал Это Снекс Ну, а вот К фейс Даже предаться Не к чему Парни прекрасно понимают Что закупка В Virtus.pro есть Но, скорее всего Есть Ну, скажем так Слабые Звенья В этом бае Ну, и Под раскидочку Постараются Скрыть оборону АП ЛАНТА Опять-таки же У поляков Нечем откидывать Гранат Так называемый Дефицит И вот с этим Надо будет что-то делать Их даже не дефицит Они только у Снекса А Снекс играет Соло Б Конечно, да Конечно, да Выбираться здесь Вот на перестрелках Здесь ты проиграешь Просто из-за того Что у тебя нет гранат А фейс использует Свои максимально грамотные Качественные Уже из первого результата Как минимум Они прочекали сэндвич И Вывели всю ситуацию Чистное преимущество 3 в 2 4 в 2 уже 4 в 2 Вот это да Скорость, конечно По минусам зашкаливает При том, что Virtus.pro прятались Как могли Каждый на своей позиции Ну знаешь Вот по 5 Точнее уже 6 сыгранным раундам Можно сделать вывод Что на карте Мираж Фейс действительно Выглядит гораздо интереснее Или это поляки Просто играют Очень невнятно Ну да Скорее всего Играют невнятно Но может быть И Фейс Более готовый К этой карте Нежели Коблстоуну Снэксу надо бы Уносить АВП Сейчас пытаться Но вместо этого Он дерется Как лев Хотя Понимал Понимал Что поджимают Скорее всего Он пытался Унести АВП Но вот Позиция Игрока команды Фейс Никак ему Этого сделать Не позволила Тем более Уже в спину Заходил Второй И короче АВП Было Не унести Только какое-то чудо А точнее Сумасшедшие фраги Яркие хайлайты Спасали Снэкса В этом моменте Итак По закупочке У Virtus.pro Вроде бы Ну все хорошо Ну как хорошо Хотелось бы лучше Но Есть что есть Четыре кольта Есть скаут Опять таки же Это Снэкс Отвечает за прием Базы Б Товарищ Снэкс Но вот четверка Поляков Постарается Не допустить Тех ошибок Которые допускала В предыдущих раундах И в этом все же Забрать Еще один Мы уже смотрим Сейчас раковую ошибку Или роковую Походу раковую Нет Ушел Ушел Вот сейчас могла быть Та самая ошибка Которую ты прямо Шифровал Шифровал Она у нас на экране Но кто же в 2016 Со скаутом-то поджимает Снэкс Он не боится делать это И доказал Точнее показал неоднократно На Дримхаке Как со скаутом Принимает выход на базу боя Как сейчас жестко Фокса развели на выстрел Ну пытаются Пытаются фейс Заставить Виртус Про Играть в стандартные Для себя классики Я проигру на размен Постоянную Про парни Контрстрайк Которые эти парни Часто показывают И вот одного поймали Пропустили одного игрока В Плэнт Это Рейн И это будет Это будет дождь Судьбы Это сюрприз для Снэкса Привет Сладенький Первый отъехал Плохие позиции у Виртус Про И очень непростой раунд Намечается для поляков Ну надо так-то выбивать Понимают Это ВП Один идет в спину Один будет байтить на себя Внимание Попадает по Рейну Остальные проходят плэнт Будет минус бомб керри Нет Нет Не дал Каким образом Таз не сделал этот минус Забери Фокса Не дай поставить бомбу Остается Эйзи и Рейн 12,1% здоровья Что поделать в такой ситуации Непонятно Есть еще Фокс 56% Я же говорю Забери Фокса Пробегающего на плэнт Но спрей не пошел Пули не залетели И все А плэнт под контролем Команды Фейз Паша Бицепс выходит Забери Фокса И минус яма Последняя остается играть на респауне Это Рейн Его надо просто разводить Сейчас на дефьюз И вместо этого мы видим Таковой дефьюз Таз Ну мало хп остается сейчас у Рейна И он слышал шаги Паши Бицепса Пытается прыгать, чекать И никто Никто из игроков защиты Не додумался Сколько хп у последнего игрока Значит Один процент здоровья Рейн каким-то образом Вытягивает Ну просто раунд Который не берется Просто человек дождя Ну вот Что-то похожее Происходило в матче Против Дигнитес Когда Вот он Рубина Только у команды Фейз Это Рейн Да Это Рейн Это Рейн Который устроил сейчас поляками Один процент здоровья Поляки знали четко Где находится последний Но каким-то образом Первый кто ошибся Это таз на капитана Это было не похоже Вообще ошибка Она даже наверное Здесь больше В неуверенных действиях Лишь потому что Они не знали Сколько у него хп Вот именно это незнание По-моему Все сподвигло Эту ситуацию На такой накал страстей Ведь первый кто стрелялся А это был Бьоли Это же Бьоли с ним Вот походу Бьоли попал И не дал инфу Сколько И ситуация в принципе Закончилась Вы видели Каким ключом Но Также меня смутил Очень сильно момент Один дефюжист Один прикрывает Вот Тип садится дефюжить И в этот момент Его перестают Прикрывать Рейн открывается Делает минус Все Вот что делать В такой ситуации Неприятно Неприятно Ну и короче Фейс нашли Свою игру на мираже При том что Сразу в атаке И пока вообще Проблем никаких Не ощущают От польского диффенса Когда вот такие Вот ситуации Тяжелые По хп Разыгрываются В твою пользу Это дает тебе Какую-никакую Дополнительную уверенность И буст по морали Ну вот кстати О морали Только хотел сказать Фейс С каждым взятым раундом Особенно вот таким Потным раундом Они крепчают На глазах И вот У Жека Ну как видим Проблем У Фейс не возникает Ну да После таких раундов Конечно ты веришь В командный характер Куда больше Чем в какие-либо Другие ситуации И обстоятельства Потому что здесь У тебя наглядный Пример того Что вы реально Старались Итак Экватор Первой половины Счет 7-1 Фейс в атаке Пока что громят Команду Virtus.pro И поляки В защите Ну мягко скажем Блекло Выглядят Даже не блекло Они просто присели И пока Не понимают Что же с этим Делать Потому что ситуацию Надо менять Как ее менять Они не знают Ну вторая попытка Можно сказать Полноценная Сейчас на нашем экране Будет И у Virtus.pro Очень серьезный закуп Но Также Они уже Выпускают Ага Куда ты Вот это да Сладенький Решил выйти С смачка Вот знаешь Мне просто кажется Что Фейс здесь Прутся За счет своих За счет своих Рандомных действий Вот в каких-то моментах Не совсем Скажем так Тактичных таймингов И Это Virtus.pro Может быть Немножко где-то И позволяет Играть Неудобно Но вот С этого счета Мне кажется Что поляки Уже готовы Отвечать И отвечать Набором раундов Ну им в любом случае Нужна серия Только серия спасает Их экономику И возможно Решающий счет Первой половины Будет не печальный Возможно Мы даже увидим Там не 9-6 А 8-7 Если все будет хорошо Ну вот Просыпается постепенно Виктор Войтас Второй минус В этом раунде Ситуация 2-5 Киа Кинг и Фокс Постараются Пройти по зигзагу И вскрыть оборону Б-пунта Но поляки 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 Вроде бы Все позиции Закрывают Паша Бицепс Фоксу пройти не дает В живых только Киа Кинг Пока все Ну и вот Долгожданный Второй раунд Кстати Вот он Долгожданный Клащ от Киа Кинга Кстати Вот Кио Тоже Знаешь Вот если Он здесь Например Его постоянно Пикать на центре Не давать играть В его КС То он может расстроиться И по статистике Приплыть Видели мы уже Несколько раз Его игру На разных турнирах Где действительно Гоняя этого парня Их соперник издевался И тот не мог собраться Практически весь матч В конце показал Какие-то пару фрагов Выстрелов Но на этом Его в принципе Старания закончились Вот здесь Ситуацию нужно было Опять же Сводить к этому Ну это если вообще Огромное желание Разорвать 2-0 Прямо И как Бабуин Там стоять И стучать себя по груди Вот он я КСер года Или десятилетия В общем-то Virtus.pro могут Альтернативная версия Могут и так И так себя называть Да Ну 2-7 2-7 Один взяли Давайте смотреть Что будет дальше Получится ли серия У Virtus.pro Понятное дело Что 2 в первой половине Да еще и защита Это совершенно Неудовлетворительно Для них Ну вот оно Провальное начало Снекса Фокс забирает Это на базе B Опять-таки же Агрессия от Снекса Раунд за раундом Но как видим К этой агрессии Фейс были готовы Кстати у Кио Буковка С Такая приписана К нику Что бы это значило Не капитан ли это Да нет Вряд ли Вот так сразу Прийти в капитаны Кола А может А почему нет У них до этого Вроде как Вот как раз таки Майкель координировал Если не ошибаюсь Возможно Он до этого и координировал Он же там Типа был основным Кто Сдет Я еще в Минске видел Как он там сидит Говорит Они все Послушные Вот кстати Может быть Киашему и взяли Во много благодаря Потому что он Может он и ушел Из команды Потому что был Не согласен Со стилем Поведения Хэппи Который Ооо Ваш бицепс Ну Сделал от себя Вроде бы все Зависище Два минуса На аппленте Тем не менее По прежнему В меньшинстве Остается Виртус Про И Огромные проблемы Опять таки же У поляков И в этом раунде Ну вот Один уверен Дальше Ну вот По старой Нагатанной схеме Первые ошибаются Дальше Просто растягивают Фейс Своих оппонентов Ну и Используют Эти ошибки Итак Выбивание И в общем-то У Нео Здесь ситуация Абсолютно понятная Ему Известно О двух позициях Надо выбить Три И В планете Его совершенно Спокойно Перестреливают Кстати Вы знаешь Что только что Заметил Команда Фейс Ник Эйзи Ну Идеальное сочетание Можно говорить Фейзи 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 Да Да Кстати Почему бы Нет Фейзи Лэйзи Эй Фейзи Итак Что придумали Поляки в этом раунде Один Мак Седьмой Скаут Два кольта Есть Фамас Ой-ой-ой По раскидке Вроде бы все хорошо Да у них и в прошлом раунде Все было хорошо И в позапрошлом Все вроде бы Сейчас все гораздо хуже Сейчас все гораздо хуже Да И если уже у тебя Полный пак раскидки Не сработал Ты выбить не смог Ни как план Вот полякам явно Надо что-то менять Надо где-то добавить В агрессии Потому что вот С этими Долгими Аккуратными раундами Команды Фейз Пока что ничего сделать Не получается Хотя Вот знаешь что делают Фейз Они балансируют Они делают все правильно Они раунд играют медленно Потом делают Действительно Быстрый выпад какой-то И поляки Ну Пока что под этот стиль Подстроиться не могут Итак Забрали Рейна Уже хорошо Есть чему порадоваться Команде Виртус Про Но радовались недолго И посмотри Как развели Двойтеза Просто как Сладкий Просто как Сладкий Просто взял И ворвался Прострелили На 30 хп Чувак просто спрыгивает Его выкуривает ВП с парой Через верхние Зазор дыма Ну не смешно Если честно И слышать Паша Бицепс Должен был Сейчас своего соперника Кио топнул Но Паша Бицепс Просто слушает Сейчас музыку А не игру Которую играет Ого Ну тем не менее По прежнему Ситуация более комфортная Для Виртус Про Три в два И поляки четко понимают Где находятся Их соперники Ну вот не разменяй Белинский Все было бы Намного хуже И вот это Просто поворот событий Два приятных Джентльмена Проносящих бомбу На Аплент Становятся Действительно Приятными фрагами Бьёли Три восемь Виртус Про Берут этот раунд Но с экономикой У них по прежнему Полная трагедия И разыгрывать На таком пределе эмоций Каждый раунд Вряд ли сил хватит До конца этой половины Надо взять кстати еще два Чтобы хоть как-то Бодрячком закончить Ну как видимо Цель поляков Забрать все семь раундов И знаешь Это может получиться Забери сейчас раунд Забери Точнее отбери уже Экономику команды Фейс И все реально Главное не допускать Тех самых Глобальных ошибок Итак Фокс на грани Ну как же везет Фоксу Ошибка от Снекса На базе боя И опять-таки же Бэплент скрывается Практически без потерь Да Ну вот вроде бы С одной стороны все нормально С другой стороны Вроде бы нашли Чуть-чуть себя местами Но в последний момент Сразу ситуация меняется Потому что пропустили Самый важный пикантный момент Это Бэплент На котором Ну вот Несколько есть всего Игроков в мире Которые с Бэплентом Могут один в пять Спокойно себя ощущать И принимать этот выход И вот Снекс Я бы наверное даже сказал Что он один из них Но вот С Рашем Парапет плюс дом Он точно не справился Да просто Сегодня Эта история Не про Снекса Сегодня Снекс Сам на себя не похож По крайней мере на Мираже Раз за разом Независимо от того С каким девайсом Находится Будь то АВП Будь то Кольт У Снекса Огромные проблемы Ого Так Нашелся Кубский Остается ТАС Но АВК Конечно надо засейвить Но первая половина Может действительно Закончиться Очень трагичным счетом Для Виртуз Про И как они собираются Отыгрывать вторую Хотя может и не собираются Вот поляки такие Они могут На чужой карте Понимая что у них Ничего нету Могут просто не париться Я такое не раз видел Ну вот в том то и дело Что вроде бы Мираж Это Ну не совсем Не их карта Это действительно Хороший пик Для Виртуз Про Да Последние матчи Допускали ошибки Да Упустили победу В матче с Дигнитес Да Что-то не получается Но Вот так проваливать По всем фронтам Первую половину Находясь в защите Вспомни матч с Дигнитес Там было практически То же самое Потому что Они защиту начинали У них реально Нет Они защиту заканчивали Да Они за атаку Начинали здорово Вот что я вспоминаю Проиграли они Конечно Там да В одном моменте Счет скользкий Но мне кажется Что в атаке У этих ребят Что-то есть Так В этом раунде У поляков Была какая-то Ну непонятная закупка Был сохраненный авик Было пара пистолетов Но уже все хорошо 3-5 ситуация Забрали Киакинга и Йокима Ну и походу Все-таки поляки Четвертый заберут При этом десятку Фаизам Никто отдавать не собирается Итак Рейн Будет разыгрывать Ковры И его роль В принципе Сейчас была реализована Но здесь Здесь остался Бьоли Который не дал Пройти своему Оппоненту И последний В живых Фокс 57 секунд У него есть Чтобы реализовать АВП Более чем на фраг Ну и его решили Просто выбить 4-9 Смотрим деньги Нападение Там только два игрока Остаются без закупки У трех точно АКМ И это закуп Да Должны закупаться Потому что следующий Будет последний И смысла сейчас Сливать уже нету Потому что Ну сейчас сливаешь Берешь и Ну короче Есть шанс Выиграть первую половину С отсчетом 11-4 Почему это не сделать Почему этим не воспользоваться И Фейс решили Сейчас давить напором Интересно Что будут делать Три АКМ Но вот номера 9-8 Это Рейн И Джей КМ Уже начинает действовать На рампе С ямы И действовать весьма быстро Так Ио Увидел Не попал Паша бицепс разменял Серьезно Сыграл Звено на центре Ну а на Апплэнте Как лунатики Выходит команда Фейс Вот это Виктор Войт Из Трикси И такой А где второй В сэндвиче Ого На самом деле Видел один момент Вот был На Инферно Чувак выходит На убивание На кафеле Запрыгивает к катушкам А второй чувак С другой стороны катушек Но он не видит Не чекнул его Что он там стоит А тот прячется И все слышит Залезает на верхние катушки Тип под ним Под флэш Под свой Выходит Смотрит в церковь Никого И не понимает Что делать Его просто режут Так Посмотри Что сделали поляки В последнем раунде Первой половины Три снайперские винтовки И АВП Нео уже дает о себе знать Паша бицепс Ту же секунду Забирает фейзи Походу все таки 9-6 Можно сказать Что стандартный счет Для Ну стандартный счет Относительно темпов Игры Которые мы здесь видели Все таки Нападение здесь доминировало И это огромный факт А вот То что поляки смогли Унести 6 с собой В конце Этой половины Говорит нам о том Что какие-никакие Но попытки собраться Более чем присутствовали Ну и как Реализовали задумку С тремя снайперскими винтовками Ой Ой Ну это уже последний Последний раунд Что аж язык сводит Они всегда такие Вот Проблемные Скажем так Проблемные Проблемные поляки В конце подсобрались Взяли 3 АВП И вот Снайперы отработали на максимум Первый минус Нео Второй Паша бицепс Третий снекс Что еще надо для счастья Итак Пистолетный раунд Напомним вам Что на первой карте Это был Коблстоун Пик ВП Там пистолеты Были По закономерности Сыграны в пользу Виртуз Про А вот Что будет сейчас У них на Мираже Мы с вами не знаем Но опять же Он просто развалил Он просто развалил Мы его зажили Что сейчас говорят Пистолетный раунд Но хватит 4 в 5 И последним Будут скорее всего В зигзаг Не стал никого Ловить Опять же Второй армор Для него важен Видимо Фейз задумали И в этом раунде Борьбу Самое главное Чтоб силы Остались на девайсной Вот знаешь Опять я смотрю На этот форсбайк Который Ну пытались взять Фейз Ничего из этого Конечно не получилось Выжил только Киа Кинг Но Вот теперь 2000 долларов На каждого тиммейта Окей Казалось бы Хорошая сумма денег В следующем раунде Получат еще Двушку там С копейками 2400 если я не ошибаюсь Ну и что Это кольты Это Отсутствие Снайперской винтовки А вот Как раз таки Этим поляки Могут и воспользоваться Могут Но Смогут ли Вот Мощь могут А смогут ли Потому что Виртуз Прой В первой половине Возможности Перевернуть игру И забирать раунды Которые Действительно Были выиграны Еще в начале Они могли Но В конечном итоге Первая половина Потерпела Изменения И поляки Не смогли Дефенз забрать Ладно 8-10 8-10 Фейс пытается Пока что Прятаться Прятаться Ооо Ну вот Кио сейчас Интересно Будет на таза нырять Да Нырнул Нырнул Киашима Не ожидал Такого поворота Событий таз И Здесь правда Все вроде бы Как схвачено Один в два Остается Бьоли Понимает Что Тут о взятии Раунда Канады Фейс Речи не идет Но вот Выбить Девайс Который Находится В руках Бьоли Фейс Постараются Ну Бьоли жестко Сейчас просто Обороняет Эту бомбу Неплохо 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 Прошелся И еще И готовы И готовы И готовы Уже Чет В матче Будет 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 Ошибка Против Слушать Слушать Команда Фейс И это Опять Крах В экономике Такая же ситуация Была на карте Коблстоун После этого Фейс Собраться Так и не смогли Короче Вот этот раунд Наверное Решит Исход Карты Мираж Если Фейс Проиграют Ни о какой Третьей О карте Кэш Речи Быть не Может Интересно Очень Интересно Да Согласен Согласен Интерес Будет Просто Нереально Друзья У нас Иногда Может Гранитурка Трещать Вы не Переживайте Я это Даже Сейчас Замечаю Но Это Сама Такая Гранитурка Поэтому Вы не Переживайте По этому Поводу Все Было Настроено Под Докером Ну Вот Собственно Три в пять Ситуация А Плен Под контролем Виртус Про Но Как Врывается Эйзи Тот Самый Фейзи Не дает Поставить Бомбу Эйзи И уж Точно Не Лэйзи Паш Бицепс Это было Лишнее Я понял Я понял Короче Вот После Коблстоуна Эйзи Он же Фейзи Понимает Прекрасно Что бы На меня Не гнали Надо На своей Забирать Забирать Опять же Худший Игрок Первая карта Этого матча Это Эйзи Друзья И на этой карте Он показывает Абсолютно Другую игру Контерстрайк В 10 раз Увереннее Стрельба Предельно Четкая И Самое главное Понятная И самое главное Опасные моменты Он разыгрывает Почему-то В свою пользу Как попадает Как его не ждут Из дыма Я не знаю Так Ну что Проверяем Вангует ли страйк Или не вангует Раундфейс Проиграли Экономики Лишились И сейчас должны Выиграть пистолеты Ты да? Нет Нет У них У троих По полторы тысячи баксов Это шанс Для Виртус Про Смотри Сначала сравнять счет Потом выйти вперед А уже дальше Просто разбить фейс Ну Теперь смотри Сейчас они будут Когда ставить бомбу Молись Чтобы она встала Потому что До нее Может Дело не дойти Вот знаешь Когда Белинский Делает такие вертухи Ну Становится страшно Ну Вот я тебе говорю Ага Ага Вот так даже Вангует страйк Вангует 12-10 Я тебе говорю Вот когда дел дойдет До установки бомбы Тогда Что произошло? Куда побежали поляки? Так это поляки Полный экономический раунд У команды фейс Зачем торопиться? У вас Девайся в руках У вас есть гранаты У вас есть все что угодно Зато смотри Если Виртус Про Сейчас берут раунд Хотя у них на это В принципе нет денег Но если они на это пойдут И берут Этот раунд В свою пользу То на следующую Фейс денег не будет А хотя нет Там уже насыпают Вот понимаешь Тут вот Я не знаю Что происходит с поляками Глядя на то Что творилось На Кобблстоуне Там была максимальная дисциплина Поляки Брали оружейку Четко понимали Что играет против Эка И действовали максимально аккуратно Что здесь Мы увидели Взяли Самый важный раунд Заставили рухнуть Точнее просто Уронили экономику соперника Но после этого Вышли в аркаду на плент За что поплатились раундом И в итоге Могут отдать карту Мираж То ли лыжи не едут То ли Virtus.pro играть не хотят Что непонятного Раунд отдали действительно на лалах Абсолютно Вот ничто к этому не предвещало Но беда пришла не одна Их пришло три И это были игроки Которые вообще на Апланетине Играли изначально 13.10 Друзья Укрепляют свою экономику Фейс Клан Получают сейчас Отличную возможность Забрать эту карту Со счетом 16.10 И самое главное Они в экономически Сложные ситуации Поставили Своих соперников Из Польши Вот у Virtus.pro сейчас Будет очень слабый Закупочный И не будет АВП И Это может в принципе Решить исход раунда Но Судя по тому Куда побежали поляки Мне кажется Именно АВП И пропет Должны стать первыми Источниками приема Это его нападение Они тут просто Пришли в Парыч Я понял Ооо Ну это на морозе называется На морозе сбегают в Парапет Никто с ними не сопротивлялся Кроме одного игрока С дома И это 2 в 3 Каким-то чудом GKM удается остаться Замеченным в последний момент И реализовать свой ОКМ Что ж Ситуация не самая приятная Она даже можно сказать Очень печальная В живых только бьёли Серия ошибок от ВП И никто не знает Где А, бомба в Парыч Всё круто Сказали себе сейчас Ребята из команды Фейс И остались стоять Смотреть её втроём Да Вот это фидят поляки Вот это фидят на карте Мираж Вот уже второй матч За последние 2 недели Наблюдаю На Мираже В исполнении Virtus.pro И 2 фида Вот просто отдают Сами Выигранную игру Ну ладно Там Рубина забрал Ну Рубина Там Рубина забрал Но здесь отдают Вот просто Вот Возьмите Фейс Мы хотим Но с другой стороны Я рад за Фейс Потому что наконец-то С приходом Кио У них начинает получаться Вот такие вот Относительно неравные матчи Выигрывать И самое главное Вести в счёте Достаточно комфортно В 14-10 И Фейс Действительно На своём пике Демонстрирует Хороший Counter-Strike Абсолютно спокойно Без нервов Без каких-то Сложных ситуаций Переворачивает Virtus.pro Хотя всё шло К очень плотному Эпичному камбэку От ВП Ну и 10-14 Я вижу Что болельщики Которые сидят Смотрят нас в интернете Сидят Пишут в чат 16-14 в пользу ВП На-на-на Там сейчас эко Какое 16-14 Ребята Да Пистолеты у поляков Три Точнее 4 по 251 Тег девятый По раскидке Есть Ну всего-то навсего Три флешки Один дым И коктейль Молотова Конечно интересно Как распорядятся Гранатами Virtus.pro Но вот ошибочку Допускает Кио Тридцаточку В таких попадает Кио Ну и дальше Должны справляться В принципе Все со своими ролями У игроков команды Фейс G.K.M. На пределе просто Концентрации Вжимал Соперника Который Прошел в дым И закрепляется По счету 15-10 Друзья И вот Есть небольшие лаги На сервере Об этом нам уже сообщают Сами игроки Нет Там больше идет вопрос Лагает ли сам Нео Потому что Ну вот Я насколько понял Кио Кинг Видел перед глазами Лагающую модельку И именно поэтому Втопил тридцаточку Кстати вот интересно Сколько А можно на тап нажать Уважаемые обсерверы Чтобы понимать вообще Что по пингу происходит И непонятно просто Что за сервер Ну ты же знаешь Что пинг Не обязательно должен быть Высоким Чтобы у него Лагало Могут быть просто Дропы И этого более чем Достаточно Еще есть такая вещь Как вот У некоторых провайдеров Ну например У польских Тоже такое Наблюдается Некоторых игроков С Польши На серверах Того же Фейсита А здесь сервера Фейсита Везутся Насколько мне известно Есть огромный ряд Проблем Они просто дергаются Пинг 30 Но лосс у тебя появляется Там я не знаю Раз в 5 минут Он взлетает И в самый ненужный момент Чаще всего Три в три размен На центре тем временем Фейс Не дали пройти Виртузпро В очередной раз Кстати Это по-моему Первый раунд Вообще Во всей второй половине Когда игроки Европейской сборной Решили Выбиться Скажем так В люди Выйти в аркаду И раздать жару Ну Оказалось Это не так просто Сначала Поднаказали По-моему Рейна А вот Йоким Сражался Как лев Ну Размен на самом-то деле Достаточно равный Получился Для Фейс Несмотря на то Что обычно Если Твою 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 задачу Твоей команде Которую ты ставишь Там за аркадить мидл Да Если такую Такую фишку читают То это обычно Принимается очень легко И просто Так А вот покажите нам Позиции игроков защиты А точнее Снайперов Вот Где находится Киа Кинг Выход с ковров А где Фокс Ага Вот так Ну По идее Все на Киа Кинге Ну Имидж кстати Виртузпро Здесь Уже за ними закрепился Они за всю половину Показали Что ходят В пропет И бывает Делают это абсолютно На разных Временных отрезках раунда И вот Фокс не просто так Чекал парыч до последнего Что ж Игра от информации Дожидаются Эйзи Эйзи действует первый Выбивание будет очень сложным Если оно вообще будет Два ВП в руках команды Фэйзи И Вот выбивать Сейчас конечно Ну вот тут до первой ошибки Если поляки Засветятся Кого-то Обнаружат А вот даже так А ковры забрали И посмотри как бомба стоит Бьёли в яме Один против двоих Фокс спокойно Его забирает Фэйз Реализует Первый же маппоинт Фэйз просто С разницей В шесть раундов Выигрывают у команды Виртузпро Спросовый пик Это карта Мираж Ну и Что стоит отметить Для Фэйзи Это было изи Потому что он собрался На максимум Он сделал Все от себя зависящее Ну и конечно Поляки тоже подсобили Ну и мы Любим БО-3 матча Особенно в регулярной Круговой системе Лишь только потому Что команда Свою карту брать должна Друзья Мы уйдем сейчас На небольшой перерыв Буквально минуты 3-4 После чего вернемся И будем смотреть Карту ДК Что это третья решающая карта В этом матче Между этими командами Субтитры создавал DimaTorzok